Моя специальность в Токаро. Работаю на заводе уже с 1976 года. Сразу, как пришел с армии, как пришел с армии, сразу пришел на завод. Мой первый рабочий день очень интересный был даже. Ну, пришел на завод, определили меня к человеку. Ну, и так до обеда я простоял, а после обеда, говорит, пора уже тебе осваиваться. Я встал, он мне дал такую несложную детальку. Ну, и, говорит, будешь сверлить, там, точить. Точу я так, поставил сверло, зацепил и на ускорной вот так подгоняю детали. А тут по проходу идет девчина, ну, знаете, как молодая. Я ворону дал, заглядываю, раз, удараю в деталь, сверло ломается, инструмент. Ну, я, естественно, растирался. Учитель подходил, он также был на три года старше меня, говорит, да не переживает, ничего страшного. Ну, вот такое вот. Очень надолго запомнилось это. И пошло он так, потихоньку, интересно стало там. Как пришел в этом цеху, так и по сегодняшний день. Мы что делаем? Мы делаем оснастку. По наших деталях собираются узлы. Узлы, вот, примерно, идет оснастка. Кузова, автобуса, стенды. И по этих стендах уже, ну, все, каждую деталь, вот, всякие вот чертежи сборочные. И по их потом шлисора, по ножу собирают. Всякие детали идут, большие, мелкие. У нас такая работа, что у нас всегда есть работа. Вот. У нас вот бывает, у шлисорей там может не быть работы. А у нас, у токарей, как я говорил, это самая такая, ну, самая начальная операция. Ну, мы что делаем? Мы предварительные, окончательные, ну, всякие детали. Мы делаем оснастку, что надо. За что я люблю? Ну, вы знаете, во-первых, то, что бегать куда-то, я не, ну, не могу. Не моя специфика. У нас, когда было с армией, мы джимбилизовывались, ребята пошли в политехнический институт на подготовку. Они говорят, пойдем, Леня, ты же старшина, уже 10 класс имеешь, все. Ну, тогда была восьмую основная. Я говорю, знаешь, мне как-то начальником, я говорю, я как-то себе ничего не штущаю, не желаю быть. А вот именно, я говорю, я как-то быть рабочим, да и все. Ну, я пришел сюда и по сегодняшний день даже не жалею. Много учеников выпустил сам, даже сын мой в свое время был у меня учеником, а уже и он, работая у нас в цеху на другом участке уже 20 лет. Самое главное, знаете, что совет такой, не разочаровать сам себя. Вот. Ну, естественно, молодой приходит, надо адаптацию пройти. А сейчас приходит молодой, давай деньги. Вот где? И он не понимает, что ничего ему не научился, и давай ему деньги. Он сразу говорит, а тысячу будут платить? Ну, естественно, будут и больше будут, но со временем. Он говорит, ты хоть что-нибудь себя покажи, а так придет примерно, ну, телефон достанет, ну, кто ж ему будет платить. Я своих молодых учил, когда вот были у себя дисциплины. Я вот сколько было. Вот если он пришел, я помогаю настроить станок, все, посмотрел. И если он, я отошел, ну, примерно работая на соседнем станке. Я отошел, не успел я тут свое поделать, повернулся, его нету. Ага. И знаете, сразу пропадая, раз, если сделает, второй раз, пропадая желание даже его тогда учить. Ну, и приходишь, делаешь ему такое внушение. Или ты работай, если тебя это устраивает, зарабатывай себе на хлеб. Или иди тогда, пусть тебя папа с мамой кормит. Ну, если ты не желаешь работать. Иди тогда на ту стезю, где тебе будет интересно. Я понимаю так, может, кому-то, мы, я говорю, по металлу, а кто-то по хлебу, салу. Так что, каждого своя специфика. Так он у нас один был, говорил, о, я пойду лучше шашлыки делать, продавать там, больше заработаю. Ну, пожалуйста. Ну, я, говорит, а не могу. Чем гордимся? Ну, на таком гиганте работаем. Раньше, раньше, как было, даже едешь, спрашивают, ты где работаешь? На автозаводе. Ого, говорит. Ну, как, приятно? Конечно, приятно. Сила есть. Уже на пенсии, ну, и что? Покуда есть желание поработать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...